ну что лёшек подкинул там не погасло не не хорошо уже потеплела уже 20 ух ты как быстро нагрелась да нормальный ты кочегар а как ты в армии стал кочегаром лёшек можешь рассказать меня с иностранцами общался а вот так неблагонадёжный ты был и что а кто откуда в армии узнали что ты неблагонадёжный а как ты вообще неблагонадёжный попал в германию служить тоже я удивляюсь нафиг меня в германию было брать если я не буду надежный а тебе что прям сказали вот что ты неблагонадёжный иди кочегары молча перевели все я же должен нужной связи быть механиком дальней связи меня же учебки взяли одного а ты был нарушителем дисциплины там может нет я в армии нарушитель дисциплины в учебке меня в особый отдел вызывали он мою родословную рассказал техникуме с кем учился там хочешь в берлине должность прапорщика 150 марок беремене в посольстве служить я говорю почему меня ну ты москвич иностранцами общался ой я общался один раз за жвачку попался лёжик попался за жвачку да облава была а нас поймали фарцовщик обалденный фарцовщик блин прям ужас ну ему надо как-то звезды зарабатывать вот и все а сколько тебе было когда тебя поймали 2016 или 2017 пацан да еще пацан господи чем это на кузнецком мосту иностранцы ходили от ресторана гостиницу россии ну там перехватывали перехватчики чингам приз у нас же там дети вот значки вот эти вот ленин там всякие хрень моя раса отличник по выездам а ты где взял отличника по выездам я не знаю я же это а кто я собирал у меня еще отличник по блогу еще не знаю каких годов 50 такой здоровый такой ну взяли стали шмонать а там когда всех посадили в воронок ну не воронок да воронок те же там значки стали скидывать там они открыли там значков полный пол а мне всего три значка один здесь был в плешах один здесь был под поясом и один вот тут там же вот была скрутка я вот сюда раз подчислил и все ну так же шмонать так да ничего не нашли повезло тебе а жвачку я всю пачку раз в рот засунул вот это наживался ну я так ее они в конверт положили сигареты жвачку эту я потом вынул опять и в рот родители вызвали батя говорит я тебе это как каучок каучоку и смолы повезло жвачку вместо жвачки а рыжик с кем вот играли в ансамбле он поехал утром на птичку за попугайчиками а потом уже приехал его там тоже поймали и позже тоже привезли а у него тоже там что-то было да ничего а чё же вы привезли чем попугайчиками попугайчике отец домой пойдет а он поехал к нам и его замели да тоже с вами вместе с вами втроем поехали и кто поехали нас раз шляпах а у нее зарплата была он хорошо получал у него 200 рублей в кармане было ну чё себе по тем деньгам это какой год то мы жвачку взяли это какие года начало семидесятых да на рассвете работали 200 рублей ничего себе а сейчас заместо этого рассвета поставили такой завод снесли около пятого года метро завод снесли такой там этот я ходил сюда клиенты ну сделали супер-пупер и значит нас мы вырываемся короче рыжик бежит в одну сторону а жвачка у него осталась а жвачки были не вот как сейчас тоненькие пластины а толстые были такие сейчас сколько там пластинок я не знаю сколько уже пять пять а то на десять было толстые я форсанул вот рыжик в отдал и нас поймали он побежал в одну сторону я побежал к этому к метро ну как сейчас помню значит бегу к метро значит здесь два человека идет а здесь стоит еще машина это знаешь типа эмки раньше были такие черные немецкие там у пиля вот эти я помню одной рукой им за плечо второй за машину перепрыгнул уже в метро вхожу думаю сейчас пять копеек опущу и меня цапнут ничего не цапнули приехал на трамвай у прудов остановился жду рыжика рыжик а этого поймали сашку он не стал никуда пупка да пупка рыжик приезжает я говорю где убежал убежал где жвачка я вон там скинул ее поехали искать там такое заборище я говорю ты чего перепрыгнул да ну со страху ты был искали нашли эту пачку все нормально потом приехали обратно нашли сашку ничего деньги отдали как интересно раньше жить было да скажи пластинками тоже там мелодии рассказывать как раз мы приехали мы приехали покупать приехали значит ну а ребята уже знали пластинками ну так немножечко ну мы еще маленькие были и там облава была все всех всех забрали один потом выходил я пошел в туалет мама родная там все пласты которые по 50 рублей запакованные по 70 все пополам в обложках все лежит столько а еще знаете как на улице герцена был магазинчик тоже музыкальный и там продавали пластинчики еще это ну уже наше было но польские венгерские ансамбли тут со такой был в Унгарии был венгерский мы там покупали пластинку быстрее к мелодии бежали продавали ее а там при очереди в один очередь снимал второй продавал и вот так вот бегали туда-сюда крутились как могли да ну там бараби то можно было пройти вот ну при деньгах был да ну а че конечно да вот мы с кем учились технику он пластинки достанет а у Пупка был друг на работе вот Леша а мы к этому Леше ну то есть в принципе вот в нашем вот типа этом районе только у нас были такие вот записи такие вот ну мы отдавали Пупку там записывать а к Леше он нас познакомил с Лешей а Леша значит это а нет ну Пупку по-моему мы нет Пупку мы не давали у меня был на магнитофоне значит у Сережки и пластинки он с Лешей познакомил там рядом уже на Стребесчинском мы ходили к нему 5 рублей пластинка а вы с пластинки писали на магнитофон или что да 2.50 сторона вот пару пластинок послушаем 10 рублей она сторона ну сидим там с ним все вот а у него два магнитофона было тайна и еще там вот а потом я как это а у Пупка была весна ну такой переноснул и как-то сидим он заводит песню я говорю Пупок откуда у тебя это говорит жиро нет 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 ни у кого а он с ним на заводе работал он говорит а он мне дает переписывать пару писями с магнитофона на магнитофон поэтому едва магнитофона было все писал что только не принесем все писал интересная группа была как же она называлась по-английски забыл переводится негодяи и на что ты деньги тратил на что ты деньги тратил ну а что я в техникуме учился на что деньги тратил на что бухово куда их собирать что ли на сигареты да здесь сигареты кино все это еще так раньше афиша висит в москве вот такая куда хочешь туда ехать и все фильмы везде разные она девчонок не тратил да ну мы же в ансамбле играли туда-сюда пользовались струны купить этим приехали спросом приехали на Масловку один парень а мы Семеном Токсомоторник он там рядом был и у нас там база была приехали они с одним разговаривали он мне говорит басовая педаль нужна вот большой барабан стучает пуф-пуф да а у нас была там ну мы ночью с Рыжиком пробрались в клуб педаль выкрыли поехали ему продавить ну а что там опять там новую установку купили нормально нормально жили да ну а деньги 5 рублей две бутылки вина по 2,20 по 2,50 а потом армия да а потом я в ванную пошел а потом мы а во сколько ты женился первый раз а мы с Сережкой потом меня ребята свели мы с Сережкой познакомились с бизнесменом он сейчас такой бизнесмен крутой вот они меня свели с ним я постарше его был а мне царство небесное мне Сережка рассказывал что ему джинсы за 3 рубля в день давал носить кто я этому Сережке а на прокат давал на прокат да а я не помню а у меня лерис был ну такие они потертые но ты знаешь вот как объяснить кто не видел джинсов я иду по троллейбусу все на меня смотрят то есть вот тут синие а тут белые как мел не то что сейчас вот это все делают искусственно а чистая терка вот они вытерлись вот ни одной дырочки а у меня же здесь дырок не было между ног никогда не возникнуть обычно все здесь трутся а у меня не знаю не было ни одной дырочки тут были тут куда я их делал выкинулся модные были ох и куда ты носил да ты бы не влез в них сейчас у тебя же там висит пиджак и джинсы вот они по колено одеваю и все больше не влазит а раньше носил ну так раньше носил когда сколько тебе было двадцать почему двадцать а сколько я скажу в восьмидесятые годы уже тридцать да да носил и на работу я помню ездил у них конечно катон отличается вот что вот эти там я в метро еду я смотрю на эти вот портянки так ты во сколько женился первый раз блин семьдесят девятом году двадцать шесть что ли не 23 23 в семьдесят седьмом мне было двадцать два один два ну ты с какого года ну ну как семьдесят седьмом тебе могло быть двадцать два двадцать один двадцать три женился а жена была парикмахершей да и прожил сколько с ней полгода ох выгнал ох за неблагонадежность тоже неблагонадежная была да мне стенку привезли я стенку достал через клиентов ты уже был телефонистом да в семьдесят восьмом году стенку достал линолин линолин покрытие как типа ковра палас 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 софа была такая олимпийская метафон стерео был что для жизни надо еще да нафиг мне жена еще нужна ой и что она тебе не понравилась ты ее выгнал ну да там был момент такой нехороший я ее собрал вообще с твоей стороны нехороший с ее столик журналный когда уезжали полный был вот этих тюбиков всяких ну уже восемнадцать лет уже красилась как это ношу с ней вот через десять лет да прям да не прям да не прям это столица понятно потом я с армии пришел Сережка я тут уже таким стал бизнесменчиком у нее японская аппаратура ну я уже не интересовался ничего да у меня свои уже ну после армии свои уже у тебя другие интересы уже появились да другие интересы да я по жесткому сходил хороший ансамбль записал я на одних квакушках играли так классно одну квакушке из моды вышли наверх что это такое квак ну вот нажимаете на педаль квак вай очень красиво сейчас уже нет играл на третьем此 и все но еще будет я плакать не слышал. Это у Джимми Хендрикса было плакать, что он любитель был. И в армии в учебке мне девчонка присылала песню каждый день. Почтальон идет, я не иду, я знаю, что мне каждый день письмо. А у нас можно было присылать сигареты в конверте, в письме. В армию? Да. Чтобы их так раскладить, чтобы проходили в эту ссылочку. Присылали все. А я думаю, кто-то у нас кладет во взводе. Здесь кладут. В смысле кладет? Закладывает как. Доносик. Шестерки, да. Доносик. А это везде есть, это была практика. Везде был доносчик, который рассказывает о состоянии, как там. Ну понятно. Изнутри, да? Да. Все о чем думает, какие настроения протестантские, каталические. И лежал, рядом со мной был белорус. Вот. Что штанги есть, то кулачищик от моей рожи. А я ему возьми, вяпни, говорю. Я другу позвонил, он мне к нему с красным крестиком пришли. Вот. Пац! Письма перестали приходить, когда людей. Потом сразу раз, 7 штук и все вскрытые. Знаешь? Вот тебе кладу. И после этого меня вызывает особое место. И что у тебя в особом отделе? Ну, я тебе рассказывал еще. Должность прапорщика, да. Вот так тебе. Я думаю, не от греха. А я ему еще говорю, говорю, я это говорю. А почему? Ну, ты москвич. Я говорю, у нас есть москвичи. Я с ним поговорю. Не-не-не-не, никому о нашем разговоре. Там капитан сидел. Такую книгу достал, там листать все эти. Вот так вот Лешик жил. Да. Так я вам говорю. А это особиство, это в батальоне так и спас меня. Да? Так, да и до конца это. До конца это. Еще тогда, там кто-то убежал, он меня будет. Леш, ну сходите, поищите там. Я говорю, что ты меня-то, говорю. Ну, ты, говорит, с иностранцами общался. Значки им продавал. Да. Пипец, блин. Не КГБ, а ужасный. Ну, а что, у них там всякие методы были. Ловите бандитов там кого-то. Всякие мелочи, зацепки. А то я около посольства идем тогда вот. Стоят машины их. Вон на Великанском. Там лягут. А мы пьяные идем, я на машине что-то. На стекле. Шнегу там. Негр вылезает я. О-о-о, братан. Ну, ничего так. Никто ничего. Ну, ладно. Вот такие вот дела. Интересная жизнь была у Лешика. Да. Ну, ты потом еще как-нибудь повспоминаешь. Я не жалую, что я ходил. Правда, этот уголек, не дай бог. Они привезут. А, в кочеверке? 60 тонн вагон привезут. Они же немцы хитрые. Говорят, за простой золотом будете платить. Дают определенное время разгрузить его. И нас вперед. Ну, там, когда дверь-то откроешь, он хорошо льется-то. А потом-то, блин. Всю эту кучу сгреб, потом оттуда кидай сюда, а оттуда кидай на улицу. И это ты один все делал? Ну, почему один? Всего пять. А-а. Ну, тебе же давали помощников? Да причем мне. Всех из хозвода. Всех. Всех. А когда в роте еще были, только пришли, нас привезли. Нас на уголек. Ну, молодежь, как говоришь. И спали там прямо на куче. Ой. Ну, с нами и деды шли, но деды-то чуть-чуть покидают и идут домой. А нас остается. Вот так. Человек-то три-четыре. И кидаете 60 тонн. Ну. Ты потом еще на самосвал загрузи. Потом этот самосвал приезжает в кочегарку, разгружает уголь. Этот уголь надо туда еще забрасывать. В кочегарку, да? В кочегарку. Ты представляешь? А потом еще из кочегарки в печку. А как на Зил-130 был самосвал? Здесь четыре человека. Один лежит на торпеде, а этот за рулем. Ну, разгружайся. Да. Вот так вот и ездит. Вот так вот. Вот так вот. Надеюсь, вам было интересно послушать воспоминания Лешика, как Лешик жив в молодости. От кочегарки в печку. Хорошо. Лешик, ты потом еще расскажешь нам? Ну, потом. Да? Да. Так интересно тебя слушать. Ага. Еще расскажу. Как я... Как что? Как я бражку у дедов подставил. Подставил их. Бражку? Она не в брагу там где-то. Ну, это потом, в следующей серии. В следующей серии, да. Ладно. Я думал, у меня повесит. И ничего. Ладно. Ну, что там? Пора обедать, наверное. Да, надо дровишек подкинуть. А, ты пойдешь дровишек подкинуть? Да. Давай, да. Пора уже подкинуть. У нас уже двенадцать. Давай, пообедаем. Пообедаем. Часа в три пойдем. В баню? Ну, да. Часа в три пойдем? Ну, если ты дров будешь подважив. Ну, подожди в три. Мне то надо с видео разобраться. Пойдем во сколько пойдем. Ну, да.